всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу вам показать как можно шить такую простую лоскутную наволочку для подушки количество деталей и все размеры я укажу под видео подушка у нас будет размером 37 на 37 сантиметров из первой ткани нам потребуется 2 квадрат 15 на 15 сантиметров и 4 прямоугольника 8 на 14 сантиметров из 2 ткани нам потребуется 8 квадратов 8 на 8 сантиметров и 2 квадрата 9 на 9 сантиметров из фоновой ткани 8 квадратов 8 на 8 сантиметров 4 прямоугольника 8 на 14 сантиметров 2 квадрата 9 на 9 сантиметров 4 квадрата 9 с половиной на 9 с половиной сантиметров и 1 квадрат 13 половиной на 13 половиной сантиметров также для пошива наволочки нам понадобится наполнитель размером 45 на 45 сантиметров я использую slim понадобится молния размером 30-40 сантиметров и ткань для бэка 45 на 45 сантиметров можно использовать нашу основную ткань вот эту а можно использовать другую на квадратах размером 9 на 9 сантиметров изнаночной стороне мы проводим диагонали эти квадраты мы складываем друг с другом с квадратами из фоновой ткани такого же размера лицевой стороной внутрь и фиксируем булавками теперь нам нужно проложить строчки с двух сторон от диагонали на расстоянии 0 6 сантиметров я на машинку установила лапку для пычеварка с направляющей теперь нам нужно эту направляющую установить на нашу линию диагонали и прокладывать строчку во время шитья смотреть именно нам направляющую вначале и в конце закрепки я не делаю вот такие вот у нас квадраты должны получиться двумя параллельными линиями теперь нам нужно их разрезать пополам по нашей линии диагонали чтобы получить четыре двухцветных квадрата таким вот образом теперь нам нужно эти припуски приутюжить и потом разутюжить на утюге я установил режим хлопок и выключила пар у меня на нуле припуском и приутюживаем а потом разутюживаем в разные стороны так мы делаем со всеми квадратами вот такие квадраты теперь нам нужно их осноровить до размера семь с половиной на семь с половиной сантиметров берем нашу линейку находим отметку 45 градусов и эту отметку мы укладываем на наш диагональный шов таким вот образом следим чтобы у нас везде хватило семь с половиной сантиметров и обрезаем лишнее переворачиваем наш квадрат и с другой стороны таким же образом мы отрезаем лишнее вкладываем 45 градусов отметку на диагональный шов и с этих сторон мы уже отметку делаем семь с половиной сантиметров остальные квадраты делаем точно так же у вас такие ровные квадраты должны получиться теперь нам нужно взять четыре квадрата размером девять с половиной на девять с половиной сантиметров из фоновой ткани сложить их друг с другом и разрезать пополам по диагонали чтобы получить 8 треугольников эти треугольники нам нужно будет пришить к нашим квадратом полученным вот таким вот образом чтобы получить один большой треугольник складываем треугольник и наш квадрат таким вот образом как показано на видео совмещаем наши прямые углы совмещаем края и фиксируем булавками прокладываем строчку на расстоянии 0 6 сантиметров от края управляющая у меня в данном случае идет вдоль нашего припуска начале в конце я закрепки не делаю вот таким образом у вас должна получиться строчка теперь нам нужно припуски приутюжить а потом заутюжить припуск заутюживаем на сторону треугольника аналогичным способом мы пришиваем другие треугольники к нашим квадратом но нам нужно сначала обрезать наши хвостики смотрю чтобы это было ровно и обрезаю на всех деталях наши хвостики теперь к этому краю мы прикалываем наши оставшиеся треугольники равняем прямые углы равняем наши края и фиксируем булавками нам нужно проложить строчку вот по этой стороне на расстоянии 0 6 сантиметров от края такие треугольники у нас должны получиться припуски я уже заутюжила на сторону треугольника теперь мы берем 2 квадрата 15 на 15 сантиметров из темной ткани и разрезаем пополам по диагонали далее нам нужно наши светлые треугольники подровнять что я делаю у меня здесь отметка 45 градусов я прикладываю к одной из сторон треугольника от вершины нашего цветного треугольника я откладываю припуск 0 6 сантиметров и обрезаю лишние так делаю со всеми треугольниками теперь нам эти треугольники нужно сложить сшить с темными треугольниками складываем друг с другом два треугольника лицом к лицу и фиксируем булавками я проложила строчку на расстоянии 0 6 сантиметров от края припуск приутюжила и заутюжила на сторону темного треугольника теперь нам нужно эти квадраты осноровить до размера 13 с половиной на 13 с половиной сантиметров отметку 45 градусов я устанавливаю на линии диагонали на диагональном шве и отрезаю лишнее так наши квадраты готовы нам осталось сделать другие детали для этой подушки берем наши цветные прямоугольники и фоновые прямоугольники и наши квадраты по 8 штук из цветной и из фоновой ткани на этих квадратах на всех нам нужно провести диагональ и теперь нам нужно к черным прямоугольником темным пришить светлые квадраты таким вот образом берем квадрат складываем ровняем фиксируем булавками а на светлых прямоугольниках прикалываем цветные квадраты теперь нам нужно проложить строчку вот по этой линии в которой мы сейчас нарисовали я оставляю лапку с направляющей мне не пугает мы просто буду шить именно по линии диагонали во время шитья я смотрю на линию диагонали вот что у нас должно получиться мы проложили строчку по линии нашей диагонали и теперь нам нужно отрезать лишнее оставляя припуск 0 6 сантиметров от линии диагонали мы отмеряем припуск вверх на линейке ищем наш припуск и отрезаем лишнее так мы делаем на всех деталях теперь нам нужно это все приутюжить и заутюжить припуск на сторону треугольника аналогичным образом нам нужно пришить оставшиеся квадраты к нашим деталям точно так же мы прикалываем квадраты деталям а потом прокладываем строчку по линии диагонали отрезаем лишнее оставляя припуск 0 6 сантиметров и мы приутюживаем и заутюживаем на сторону треугольника наши припуски такие вот прямоугольники у нас получились и теперь их надо подровнять до размера 7 с половиной на 13 с половиной сантиметров для этого мы берем нашу линейку от этой вершины мы отмеряем наш припуск а вот здесь мы оставляем отметку 70 половиной сантиметров и смотрим чтобы у нас отметка была ровно в треугольник с этой стороны у нас должен быть 13 с половиной сантиметров обрезаем лишнее так мы делаем со всеми прямоугольниками наши прямоугольники готовы теперь их нужно сшить друг с другом на темный прямоугольник мы укладываем светлый прямоугольник таким образом и фиксируем булавками прокладываем строчку на расстояние 0 6 сантиметров по этому краю такие вот квадрат у вас должны получиться припуски я приутюжила и заутюжила на светлый прямоугольник все все наши детали для пошива готовы теперь нам нужно собрать наши ряды берем наши квадраты и теперь нам нужно к светлому квадрату пришить наш квадрат из треугольников складываем лицом друг другу фиксируем булавками теперь эти квадраты мы сшиваем друг с другом вот таким образом складываем совмещаем все наши припуски и фиксируем булавками мы проложили строчку расстояние 0 6 сантиметров от края припуски я приутюжила и на этих двух деталях я припуск заутюжила на наши треугольники а центральную часть я припуск заутюжила на светлый квадрат теперь к этой детали мы аналогичным образом прикалываем другую нашу деталь на противоположную сторону фиксируем булавками а к этим деталям на противоположную сторону мы прикалываем другие наши квадраты прокладываем строчку по этой линии припуски наши я приутюжила в центральной части заутюжила на сторону светлого квадрата припуски должны друг на друга смотреть а на этих деталях наоборот припуски должны смотреть в разные стороны друг от друга таким образом теперь нам нужно соединить центральную и одну из деталей друг с другом совмещаем наши припуски вас должны они смотреть в разные стороны за счет этого у вас стык должен получиться очень легко и просто фиксируем булавками прокладываем строчку по этой стороне припуск я приутюжила и разутюжила в разные стороны ко второй стороне центральной части мы пришиваем вторую нашу деталь аналогичным образом прокладываем строчку по этой стороне наша деталь готова наш топ припуски я все приутюжила и разутюжила в разные стороны далее я сделала стежку самую обыкновенную вы можете сделать такую которую вам хочется теперь я обрезаю наполнитель и нам нужно выровнять наш топ чтобы он был квадратным беру квадратную линейку и обрезаю лишнее надо померить одинаково ли у нас получилась подушка здесь у меня 37 чуть ниже у меня уже 37 с половиной надо будет обрезать 5 миллиметров для подушки у меня молния 30 сантиметров и я ее удлинюю с помощью прямоугольников размером 3 на 5 сантиметров выкроила 4 таких прямоугольника и я их пришью к нашей молнии таким образом удлинюю беру ткань для бека и от нашей нашего топа я отмеряю 2 сантиметра это припуск на сшивание к молнии отмеряю 2 сантиметра снизу а сбоку уже оставляю так как есть отрезаю лишнее нашей линии здесь по нашей стороне топа топ можно убрать и теперь нам нужно будет разрезать нашу деталь проверяем получился ли у нас квадрат прямые ли углы получились разрезать эту деталь можно пополам можно молнию сделать здесь можно посередине можно ниже я буду делать примерно на 15 сантиметров от верха подушки 12 сделаю соответственно от одного из края я отмеряю 13 сантиметров 13 потому что один сантиметр уйдет на припуск и обрезаем вот такие две детали у нас получились здесь у нас будет молния это я вам покажу один из способов обработки молнии для подушки вы можете использовать другой способ теперь нам нужно хорошенечко продекотировать нашу молнию и к этим двум краям наши молнии мы прикладываем наши прямоугольники с двух сторон лицом друг другу фиксируем булавками чтобы прямоугольники мне не съехали я еще здесь зафиксирую булавками с другой стороны мы точно так же прикалываем наши прямоугольники лицом к лицу складываем теперь нам нужно проложить строчку уже проложила и наши детали я приутюжила а потом заутюжила на сторону наших деталей проверяем чтобы молния у нас открывалась теперь нам нужно пришить эту молнию к двум нашим деталям складываем лицом к лицу молнию и нашу деталь друг с другом и фиксируем булавками с помощью лапки для молнии у меня она вот такая мы прокладываем строчку вдоль этой стороны вот что у вас должно получиться припуске приутюжила и заутюжила на сторону наши детали теперь нам нужно эту деталь пришить ко второй нашей детали складываем друг с другом детали ровняем наши края с этих сторон тоже мы ровняем чтобы было ровно фиксируем булавками прокладываем строчку с этой стороны вот что у вас должно получиться припуски я приутюжила и заутюжила на сторону детали и я хочу сделать еще декоративную строчку чтобы зафиксировать наши припуски чтобы они не отгибались вот здесь по этим краям на расстоянии 2 миллиметра вот так у меня получилось стежок я сделала 4 миллиметра длину стежка теперь у меня не отгибаются мои припуски все наша задняя часть готова теперь нам нужно эту деталь совместить нашим топом складываем изнаночные стороны друг с другом кладем наш топ на нашу деталь ровно совмещая края и нам нужно это все зафиксировать булавками обрезаю лишнее ориентируясь на наш топ так должно получиться на данном этапе по периметру я буду пришивать кант из темной ткани выкрыла полосы размером 3 с половиной сантиметров шириной а длиной по 50 сантиметров я сделала 4 такие полоски выкрыла и теперь нам нужно таким вот образом их сложить лицом к лицу перпендикулярно фиксируем булавками и немножечко отступлю оставь оставляя края фиксирую булавками и провожу линию диагонали на этой детали так мы делаем со всеми деталями чтобы нам получить одну длинную полосу прокладываем строчку по этой линии таким вот образом теперь нам нужно обрезать лишнее оставив припуск 6 миллиметров всех наших швах разочуживаем наши припуски таким вот образом у нас получилась одна длинная полоска теперь мы на нашем топе берем линейку находим нашу отметку 45 градусов и на углах отмечаем маркером 45 градусов на этих отметках мы фиксируем булавки теперь берем нашу полоску прикладываем к одной из сторон нашего топа и шить мы начнем не от начала а отступив примерно 15 сантиметров я сделаю отметку чтобы мне понимать откуда начать наше шитье теперь мы идем к машинке я вам покажу как дальше шить у меня лапка с направляющей я на таком расстоянии буду пришивать кант вы можете сделать его больше и начинаем шить от нашей отметки вначале мы делаем закрепку далее продолжаем шить до нашей булавки до нашей отметки угла 45 градусов так булавку я уже убираю оставляем иголку в положу в нижнем положении и разворачиваем шитье и продолжаем уже шить под 45 градусов делаем закрепку нитку обрезаю разворачиваю шитье и складываю вот таким вот образом нашу полоску формируя углы 45 градусов я складываю вот таким образом нашу полоску чтобы был угол 90 градусов с этим краем было края были совмещены с этим и вот здесь начинаю шить с самого начала вначале делаю закрепку таким образом мы делаем все наши углы так это у меня был последний угол я начинаю шить и продолжаю шитье не до самого конца а немножко небольшое расстояние я прошиваю оставляю закрепку делаю закрепку и моя лапка обрезаю нить и теперь нам нужно будет отрезать лишнее для этого я ровняю наш кант по нашему краю с этой стороны и с этой стороны теперь мне нужно отметить где у меня заканчивается наш левый кант и от этой отметки нам нужно отмерить три с половиной то есть это ширина наши полоски от этой отметки я отмеряю три с половиной сантиметра так отмерила и теперь нам нужно это обрезать по этой линии как мы сшивали наши полоски таким же образом мы сшиваем эти два края к одной из полосок мы прикладываем нашу вторую полоску перпендикулярно фиксируем булавкой теперь нам нужно отметить линию диагонали нарисовать и по этой линии нам нужно проложить строчку в начале и в конце сделать закрепку вот что у вас должно получиться отрезаем теперь лишнее оставляя припуск 0 6 сантиметров от нашей линии диагонали припуска наш приутюживаем потом зал разутюживаем в разные стороны вот у нас получился наш кант теперь нам нужно продолжить шитье отсюда и досюда сделать закрепки с двух сторон кант я пришила приутюжила и уже заутюжила это все дело теперь нам нужно подвернуть с изнаночь с другой стороны наш кант два раза и с помощью прищепок зафиксировать этот кант так мы делаем по всему периметру и нам нужно сформировать наш угол делаем ровный треугольник припуски должны смотреть в разные стороны вот эти вот изгибы должны в разные стороны смотреть и формируем угол 45 градусов должен быть фиксируем нашей прищепкой так продолжаем на всех углах и по всему периметру все я это все зафиксировала теперь нужно этот кант все я это все зафиксировала теперь нужно этот кант подшить потайным швом либо вы можете это сделать на машинке вот такая вот наволочка у нас получилось я всю эту наволочку уже приутюжила вот такие у меня углы получились кант я пришила потайным швом нашему изделию вот такая наволочка у нас получается все на и и вот это это и и и и и и и